Волейбольный клуб Волейбольный клуб Волейбольный клуб сборы, это же обязательно участие в Кубке России, высшей лига Б, это не обязательно участие, высшая лига это обязательно участие. И так далее, и так далее, и так далее, то есть приобретение формы и прочее. Я думаю, что до Нового года, до Нового года, до финансового года, окончания этого года, нам бы, наверное, 10 миллионов хватило сейчас. Что касается в принципе на сезон, ну, это уже, наверное, окончательно, можно сказать, это когда будет формироваться бюджет, это октябрь-ноябрь, вот. Я думаю, что 30 миллионов должно хватить. 30 миллионов. Сейчас вы выступали в высшей лиге Б, сколько у вас тогда был бюджет? Наш бюджет составлял в этом сезоне 12,9, вот, то есть это... Так вот, болельщики и говорят, если вы знали, что будут на наверняка такие финансовые трудности, стоило ли занимать-то это первое место? Ну, в то же время болельщики говорили другое, что хватит уже играть в этой лиге. Хватит уже, нам неинтересно смотреть, когда заранее известен результат, когда мы играем в нашей подгруппе Сибирь-Дальний Восток, где участвуются, вот, в этом сезоне, тем более, три команды было, Сахалин и Чита, и заранее было известно, что мы в одну калютку, значит, выигрываем. По Дарьев просто разделали, по 3-0, по-моему, все парки. Да, и полуфинал Урал и Сибирь-Дальний Восток, где мы тоже, значит, выигрываем, и если не первые, то вторые всегда, и попадаем в финал. Мы всегда, вот, 11 лет, мы всегда играем в финалах. Значит, из них 6 лет мы играли в Уши-Лигеа. Нет, я неправильно сказал. За 17 лет, сколько мы участвуем в Чемпионате России, мы 6 лет играли в Уши-Лигеа, а 11 лет мы играли только в финалы. Вот. Ну, и, как правило, нам задачу мы всегда ставили, попадание в Уши-Лигеа. Значит, были и третьими, и четвертыми, ну, всегда чего-то не хватало. Так вот в этом-то сезоне какую задачу поставили? У нас задача всегда одна. У нас... Это понятно. У нас нет другой задачи. Опять же, я повторюсь, болельщики требовали попадания в Уши-Лигуа, так как они с 2003 года по 2009 год, посмотрев хороший волейбол, и, естественно, ожидали, когда же мы выйдем. Ну, то есть, вот начало сезона, вы говорите своим подопечным, ребята, только первое место меня устраивает. Да. Да, мы об этом даже долго и не рассуждаем. Мы всегда при начале подготовки сборов, мы всегда ставим задачу попадания в Уши-Лигуа. А вот были ли разговоры-то по ходу сезона, там, тренер, может, все-таки не стоит первое место в финансовой трудности, денег нет, давайте там откажемся? Ну, дело в том, что, понимаете, в чем дело, команда из года в год растет, прогрессирует и ставит задачу игрокам, ребята, давайте ничего не делать, и мы все равно, значит, не будем попадать. Ну, тогда не стоит работать, вообще-то, я так понимаю. Зачем распускать и заниматься, значит, другой работой нужно. Ну, то есть, сейчас подвешенное такое состояние. Вы в Лиге А все-таки или в Б начинаете сезон? Да нет, я думаю, что мы выше Лиге А, так как при любом раскладе мы все равно будем участвовать в Высшей Лиге А. Да, нам сейчас нужно усилить некоторые позиции. Допустим, у нас неплохой диагональный, но он один. Так. Нам нужно такого же уровня игрока. Опять же, нужны финансы на покупки на трансфер. Опять же, нужны финансы, да, но это не те финансы. У нас очень хорошие доигровщики, у нас молодые, перспективные ребята, то есть, ну, их всего два. Есть еще молодой парень, хороший парень, ну, он еще школьник пока, и я на него надеюсь, ну, немножко чуть позже, но в данный момент нам нужно решать задачу, значит, игр выше Лиги А, поэтому нужен доигровщик хороший, значит, ну, это, вот я уже два назвал. Но это точечное усиление. Это точечное усиление. Я, я вам все... Уже кого-то наверняка присмотрели. Ну, пока идут только разговоры, пока нет окончательного решения по финансированию, пока идут только мои, так сказать, разговоры с игроками. Может быть, кого-то из бывших барнаульцев, которые играли за нашу команду, хотели бы видеть. В том числе и из бывших барнаульцев. Уже есть переговоры какие-то предварительные договоренности. Переговоры нет, но пока нет переговоров, но вот-вот состоятся. Команда сейчас в отпуске или тренируетесь? Нет, мы еще занимаемся, так как слишком рано распускать в отпуск. Команда должна работать круглый год, я так считаю, и уходить в отпуск не более, чем на месяц. В связи с вот этими финансовыми трудностями, какие разговоры идут в команде? Как настроение игроков? Великолепно. Ждут сборов, ждут игр. У нас, тем более, в этом году обязательно участие в Кубке России. Высшая Лига должна участвовать обязательно в Высшей Лиге Б по желанию, а Высшая Лига – это обязательно участие в Кубках. Они начинаются, Кубок Сибири и Дальнего Стока начинаются в конце августа. Кубки России начало сентября, два тура. И начало октября уже чемпионат. Так что мы сейчас заканчиваем этот сезон, тренируясь. И с июля мы уже начинаем подготовку. Что касается домашней площадки, вот регламент Высшей Лиги А позволяет играть в Победе, в спорткомплексе Победы? Она соответствует тем требованиям? Более чем. У нас очень хороший зал. Он соответствует всем параметрам. Единственное, что делите с баскетболистами, наверное, не совсем удобно, да? Это очень неудобно, да. Потому что частенько бывают накладки туров наших и ихних. Единственное, что нам сейчас нужно будет, наверное, поработать и все-таки решать эту проблему – это покрытие. Покрытие. Да. Высшая Лига А играет на определенном покрытии. Это Тарофлекс либо Мондофлекс. Ну, если по телевизору видели, там зеленая площадка. Так, так, ага. То есть площадка оранжевая и вокруг площадки зеленого покрытия. Ну, это такое покрытие, как, типа, ну, так сказать, как линолеум. Чуть-чуть потолще. Опять же стоимость. Опять же стоимость, но и дело в том, что не в этом, наверное, проблема будет, а проблема будет в том, что его нужно выбирать, потому что на этом покрытии можем играть только мы. Тот же баскетбол не может там играть, потому что там определенная разметка только под волейбол. Это раз. А потом ведь в победе столько соревнований, что каждые выходные там играют, то есть там участвуют либо эта аэробика, либо это борьба какая-то. Ну, то есть очень много-много соревнований. Ну, то есть его расстелил, потом закатал обратно, получается. Очень хорошо, да. Сколько стоит это покрытие? И когда решится вопрос с ним? Ориентировочно полтора миллиона стоит. Полтора миллиона, то есть к августу у нас должно быть покрытие. Мы стартуем в кубке? Нет, к октябрю. К октябрю? Да. К октябрю, когда стартуем выше лигия. А кубок у нас выездные матчи? Они будут выездные, потому что, как правило, на площадках Суперлиги это проходит. Выше лигия. Не находим денег. Вылетаем? Я думаю, что найдем деньги. Я думаю, что здесь заинтересованы не только мы, клуб, игроки, тренеры. Я думаю, что здесь заинтересованы, самое главное, болельщики, которым, я думаю, что будет очень неприятно, да слез обидно, если мы не будем участвовать там. Пожелаем вам побед. С золотыми медалями вашей высшей лиги Б, я уже говорю. Побед вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова